Взрыв в столице, разрушено двухэтажное здание, есть пострадавшие, спасатели ищут людей под завалами. Массовые убийства в мечетях, террористы расстреляли 49 человек, еще 20 ранены. Принципиальные требования, рабочие устроили забастовку в столице. Синергия бизнесменов и госслужащих. Нацпалата «Атамикен» и антикоррупционное ведомство намерены вместе искоренить взяточничество. Продать с молотка. IPO крупнейших нацкомпаний начнется с мая 2019 года. На телеканале «Атамикен Бизнес» главные новости в студии Мария Млукпанова. Здравствуйте. Три человека пострадали, еще одного пока ищут под завалами после взрыва газового баллона в Астане. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в результате ЧП обвалилась кровля двухэтажного здания. При этом площадь обрушения составила порядка 300 квадратных метров. Сейчас на месте работают 22 спасателя, 6 единиц техники разбирают завалы. Между тем, по словам официального представителя Комитета ПЧС Нурсултана Нур-Ахметова, двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Представительно трое человек пострадали, я недоставлены в городскую больницу. Ну, это вам лучше тогда обратиться в больницу. Три женщин и один мужчина пострадали. Так, ну, по-моему, точно не могу сказать, но двое женщин еще без сознания, да, там в Коми они находятся. Там получается двухэтажное здание. Предварительно обрушение произошло из-за взрыва газового баллона. Как минимум 49 человек убиты при нападении террористов на две мечети в новозеландском городе Крайсчордж. Более 20 прихожан получили ранения. Один из убийц расстреливал людей из автомата, при этом транслировал бойню в прямом эфире. Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к теракту, при этом пока не ясно, сколько конкретно человек приняли участие в стрельбе. Известно лишь, что один из них 37-летний австралиец Брентон Тарант. Он выступал против мигрантов и против ислама. Предположительно, именно он снимал нападение на видео и вел трансляцию в соцсетях. Полицейские также обнаружили самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Очень важно, чтобы жители не паниковали. Я до сих пор не могу поверить, что такое могло произойти в нашем городе, да и в стране в целом. В сложившейся ситуации нам нужно сплотиться и пройти через это. Президент Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Рэдди в связи с терактом. Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших. Казахстанская сторона всегда готова продолжить сотрудничество в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран. Говорится в телеграмме, текст которой распространила пресс-служба Аккорды. Между тем, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган резко осудил массовое убийство в мечетях Крайс-Черчи и призвал лидеров государств принять меры по защите мирных мусульман, поскольку, по его мнению, подобные атаки могут повториться. А это, в свою очередь, грозит всему человечеству, подчеркнул турецкий лидер. Я решительно осуждаю террористический акт в мечетях, направленный против мусульман. Это нападение стало примером роста исламофобии. Без сомнения, нападение было результатом долгосрочного планирования. Национальная палата предпринимателей Атамикена и Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции утвердили совместный антикоррупционный план на текущий год. Дорожную карту подписали сегодня Тимур Кулебаев и Алик Шпикбаев. Какие ориентиры намечены в новом документе и что может стать панацея для борьбы с коррупцией в Казахстане, разбиралась моя коллега Диана Токенова. Республиканский антикоррупционный форум предпринимателей проводится уже не первый год. Бизнесмены делятся своими насущными проблемами и предлагают совместные пути противодействия коррупции. В Казахстане нет региона, где предприниматель бы не столкнулся с коррупцией, констатируют эксперты Центра стратегических инициатив. Кстати говоря, сотрудники антикоррупционной службы сами пытались открыть аптечный бизнес. Эксперимент почти удался, правда на это ушло 4 месяца. С экспертами от Амикена ногами прошли весь путь открытия аптеки. Установлено, что для этого необходимо по факту получить 4 государственные услуги. Зарегистрировать недвижимость, пройти регистрацию в качестве юридического лица, получить разрешение на перепланировку помещения под аптеку, а затем лишь обратиться за получением лицензии. Этот процесс по самым оптимистичным подсчетам занимает 4 месяца. Выход из всей этой канители в одном слове – в цифровизации. Как минимум 95% всех госуслуг необходимо вывести в электронный вариант, считают в АДГ СПК. Глава ведомства Алекс Шпикпаев уверен, что там, где есть цифровизация, нет места коррупции. В свою очередь, Тимур Кулебаев предложил Акиматам для начала оцифровать информацию о земельных участках. По расчетам Национальной палаты Атамикен, это может принести в государственную казну дополнительные 230 миллиардов тенге. Работа по оцифровке земли и населенных пунктов – это целевое назначение, согласно Генерального плана и развития населенных пунктов. Это оценочная стоимость земельных участков и порядок их реализации. Значит, это позволит, во-первых, с одной стороны, повысить доходную часть бюджета, потому что, по нашим оценкам, это позволит получать более 100 миллиардов доходов в бюджеты, различные бюджеты по стране. Бизнесу и государству будет значительно проще коммуницировать при наличии единых баз. Так, первым шагом в сотрудничестве должны стать создание единого реестра всех предприятий и единое окно государственных закупок. Мы увидели то, что 75% закупок производится из одного источника. И при этом разница цен на одинаковую продукцию и услуги между теми, когда проведено по конкурсу, и из одного источника доходит до 30%. Соответственно, здесь мы видим большие резервы по оптимизации бюджета. Мы предлагаем агентству совместно посмотреть, как эффективно мы можем этот процесс наладить. Тимур Кулебаев и Алекс Шпикпаев сошлись во мнении, что госаппарат нужно кардинально сокращать, тем самым повышая заработную плату самым эффективным управленцам и сотрудникам. Не так давно Тимур Кулебаев опубликовал статью в «Казахстанской правде», где поднимал те же вопросы. С мнением председателя президиума НПП Домикен согласен и глава агентства по делам государственной службы. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что устойчивое развитие малого и среднего бизнеса возможно только при эффективном функционировании профессионального и инновационного государственного аппарата. Как показывает международная практика, обеспечение равного доступа на государственную службу является одним из базовых ценностей ее конкурентоспособности. Поэтому мы активно работаем над исключением так называемых боковых дверей, входов и любых других возможностей неконкурсного назначения на государственную службу. Кстати, на форуме была озвучена интересная статистика. Как выяснили эксперты Центра стратегических исследований, 15% предпринимателей считают, что коррупция облегчает ведение бизнеса. При этом за год средний размер взятки вырос почти в 10 раз – с 18 тысяч до 193. Самой коррумпированной отраслью признана архитектура и строительство. Диана Токенова, Марат Беисов, телеканал «Атамикен Бизнес». Кстати, теперь уже экс-глава комитета по водным ресурсам Минсельхоза Исламбек Абишев подозревается в получении взятки в 60 миллионов тенге. Деньги он взял в виде отката от разыгранного конкурса по реконструкции Соколовского группового водопровода и строительства разводящих сетей сельских населенных пунктов, сообщает «Время» со ссылкой на материалы дела. При этом Абишев не брал деньги напрямую. В начале года были переданы полтора миллиона тенге посреднику в руки вице-президента Всемирной Федерации Казах-Куресе Серика Тукеева. К слову, Абишев возглавляет эту федерацию. В феврале Тукеев получил уже 8,5 миллионов тенге, то есть общая сумма составила уже 10 миллионов. Остаток в размере 50 миллионов тенге якобы был передан брату Ислама Абишева, Каныбеку, бизнесмену из Туркестанской области. Между тем, сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали Жомарта Ертаева и водворили в следственный изолятор Астаны. Его подозревают в организации хищения 144 миллиардов тенге из Банка РБК в период с 2011 по 2017 годы. Вместе с Ертаевым в хищении подозревают еще 54 человека, это топ-менеджеры и рядовые работники банка. Сообщается, что уже возмещено 15 миллиардов тенге и арестовано имущество на 48 миллиардов. Сам экс-банкир отрицает обвинения и называет преследования политическими. Также напомню, он уже отказывался от гражданства Казахстана и просил политического убежища в России. А вот в Караганде пойманному с поличным директору Института судебных экспертиз смягчили приговор. Бывший чиновник отделается штрафом в 3,5 миллиона тенге. Хотя изначально гособвинитель просил взыскать с него 4,5 миллиона. Напомним, в июле прошлого года директора Института судмедэкспертиз обвинили в коррупции. Используя должностные полномочия, он перенаправлял родственников умерших в частную организацию, оказывающую патологоанатомические услуги. За каждого клиента Ибатов получал до 40 тысяч тенге. Его обвинили сразу в нескольких эпизодах. На апелляционном суде приняли во внимание смягчающие обстоятельства. Отягчающих вино обстоятельств у него не было. Смягчающим было то, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался. У него на Иждивине находился маленький ребенок. Он по месту жительства и работы характеризовался положительно. Поэтому апелляционная инстанция применила положение статьи 55-й части 2-й и снизила размер штрафа до 3 миллионов 500 тысяч тенге. 45 человек всего за одну ночь лишились работы в Астане. Вокруг нашумевшей стройки Абудаби-Плаза разгорелся новый скандал. Бывшие сотрудники не только были уволены в один день без предупреждения, но и остались без кровно заработанных денег. Сегодня строители собрались у офиса компании «Стройконтракт» и потребовали объяснений. Вместе с экс-работниками в ситуации разбиралась моя коллега Мёльдер Абдуалиева. Вечером 11 марта после тяжелого рабочего дня эти люди разошлись по домам. На следующее утро, привычно придя на работу, строители узнали, что их больше нет в списках сотрудников. Уволили, не предупредив и не объяснив причины. Причем теперь уже бывшие работники до сих пор не получили зарплату за последние два месяца. Я там работала три года, с 2017-го. С 12 марта пришли, как обычно, на работу, но не смогли пройти через турникет. Руководство Абудаби без каких-либо предупреждений деактивировало наши бейджи. Руководство нашей компании «Стройконтракт» узнали об этом вместе с нами. Своё оправдание представитель «Стройконтракта» говорит о том, что в сложившейся ситуации виновата руководство иностранной компании. Якобы заказчиком является арабская фирма, которая вправе увольнять кого захочет и когда захочет. У нас есть объект Абудаби Плаза и заказчик основной был не удовлетворен работой данных ребят. Поэтому нам точно так же было уведомлено за один день, что ребята плохо работают и с этим необходимо их уволить. В течение трех дней зарплата будет всем оплачена. Однако это обещание работодатели не сдержали. Сотрудники, изгнанные с работы 12 марта, согласно закону, должны были получить выплаты сегодня. Но ВОЗ и ныне там. Юрист Багдад Нурбаев уверен, казахстанские компании должны более ответственно подходить к заключению договоров с иностранными коллегами, не подвергая рискам своих работников. Правильнее было бы, что на момент заключения обсуждения проекта договора с иностранной компанией, казахстанские компании большое внимание уделяли своими интересами. Что касается расторжения договора с работниками, в данном случае считаем, что работодатель должен был согласно действующему законодательству за месяц предупредить работников о том, что идет сокращение штата работников, имеются явные нарушения трудового законодательства. В данном случае считаю, что работники вправе защитить свои права, могут обратиться инспектору труда. Казахстанцы неоднократно жаловались на невыплаты заработных плат и условия работы. Министерство труда и социальной защиты населения не раз обещали защитить права работников. Но, по всей видимости, принимаемые меры неэффективны. К примеру, в такой же ситуации оказался субподрядчик Абудаби-Плаза Даулет Жапаров. Он ищет справедливости уже больше года. Работал в 2017 году на объеке Абудаби-Плаза. У нас был составлен договор, то третий проект, совместный настрой контракта. Это один учредитель, один директор. В конце 2017 года он приостановил наше сотрудничество в устном виде и запретил появляться на объекте, в офисе и отказался выплачивать деньги. Сумма 20 миллионов была. 45 человек, внезапно получившие статус безработных, надеются, что им выплаты будут произведены гораздо раньше. Ведь у них есть кредиты, долги и дети, которых нужно кормить. Мульдар Абдуалиева, Айбол Садов, главные новости, Атамикен Бизнес. Первичное публичное размещение акций Казахтелекома на Астанинской международной бирже АИКС запланировано на май текущего года. Акции Air Astana выставят в четвертом квартале этого года, а бумаги Казмуной газа во втором квартале следующего. По словам представителей биржи МФЦА, площадка содействует Минфину в программе разгосударствления предприятий. Напомню, первое IPO состоялось в ноябре прошлого года. Национальной атомной компанией Казатомпром за счет приватизации своих активов удалось привлечь порядка 451 миллиона долларов США. При этом глава биржи отметил, что более 60% от общего объема торгов пришлось на розничных инвесторов. В мае ожидается первая выплата дивидендов. Мы готовы, консультанты готовят компании, но какой бы ни был рынок в мире, время для IPO определяется при условии, что на рынке есть заинтересованность в инвестициях. Рынки капитала были очень волатильны за последние 6 месяцев, поэтому мы работаем над тем, чтобы эти IPO произошли в этом году. При этом я не исключаю того, что листинг может быть отложен в связи с интересами компании. Нефть с начала месяца продолжает положительное ралли на глобальных фондовых рынках. Фьючерсы нефти марки Brent стабильно растут. В правительстве на этой неделе заложили цену в 55 долларов за баррель на этот год. Однако некоторые эксперты считают, что цена может дойти и до 80 долларов за баррель. Подробнее о прогнозах по товарному и фондовому рынкам в следующем обзоре от моей коллеги Айнур и Мангали. Здравствуйте. Начнем с главного. На неделе на заседании правительства министра нациоэкономики Руслан Даленов поделился прогнозами по макроэкономическим показателям на этот год. Так, цену на нефть в Миннациоэкономике закладывают на уровне 55 долларов за баррель. Курс доллара к тенге – 370 тенге за единицу. При этом за последние две недели, как мы видим, динамика цен на нефть марки Brent складывается весьма позитивно. С начала марта цена на фьючерс нефти марки Brent в среднем выросла на 4%. Так, за этот период минимальная цена была 8 марта. Тогда один майский фьючерс Brent торговался на уровне 64 долларов за баррель, после чего стабильно поднимался и достиг уже отметки 68 долларов за баррель в четверг, 14 марта. Аналитики считают, что цена на нефть поднималась за счет снижения прогнозов по производству нефти в США с одной стороны, а с другой – за сохранение обязательств стран-участниц ОПЕК по сдерживанию производства нефти внутри картеля. Кстати, на неделе министр энергетики Казахстана Канад Базумбаев заявил, что Казахстан также снизит добычу нефти в марте текущего года из-за капитального ремонта на Кашагане. Сейчас к нам в студии присоединяется шеф-аналитик компании Wall Street Invest Partners Ильяс Казжанов. Ильяс, приветствуем вас. И мой первый вопрос, скажите все-таки, как будет складываться цена на нефть в этом году и, скорее всего, в ближайшей перспективе, да? Вот есть данные аналитиков Goldman Sachs, что в краткосрочной перспективе цена на бренд может даже перевалить за 70 долларов за баррель. Вы действительно правильно отметили, что в течение года очень тяжело будет спрогнозировать изменение цен, потому что рынок нефти сейчас стал по большей части спекулятивным. В ближайшей перспективе мы уже исторически наблюдаем с 2016 года, когда ОПЕК добились сокращения уровня добычи, того, что в марте исторически цены начинают падать до конференции в мае месяце, которая состоится в Вене. Вот связано это с очень такими сильными заявлениями, как, допустим, США постоянно увеличивают уровень добычи, когда ОПЕК говорит о том, что из-за этого они просто теряют свою нишу на рынке. Вот последняя цена была 68, даже 67,4. Есть ли какой-то тренд на увеличение или, наоборот, снижение? В данном случае нефть находится на потолках, на максимумах 68 долларов за нефть эталонной марки Brent. Ну, конечно же, для нашей страны было бы очень выгодно сценарий именно с высокими ценами, да, мы это все понимаем. Однако в правительстве сделали прогноз на этот год, заложили цену в 55 долларов за баррель. Вот скажите, может ли цена уйти ниже этих пределов в этом году? Если сделать допущение, что очень сильных, кардинальных каких-либо изменений не будет в мире, соответственно, 60 – это самая низкая цена. Вот в ближайшее время в диапазоне 0,70 – это потолок, как говорится. А вот аналитики Rise of Energy считают, что в долгосрочной перспективе спрос повернется в сторону легкой нефти. Легкая нефть – это у нас США, и поэтому таким образом Америка станет крупнейшим экспортером нефти и потеснит в этом даже Саудовскую Аравию. Вот такой тренд, как он может отразиться на экономике нефтедобывающих стран, в том числе и Казахстана также? В данном случае я не думаю, что когда начнут перерабатывать легкую нефть, она, как правило, содержит в себе очень много примесей, которые вываливаются в очень высокую себестоимость именно за переработку одной бочки нефти. Поэтому я думаю, уже к тому времени мы перейдем на зеленую энергетику. То есть это очень долгий такой процесс? Это скрупплезный процесс, к которому мы придем не через год, не через пять. Поэтому все равно нефть – это эталонные марки Brent, она и будет считаться, котироваться, будет пользоваться спросом. Спасибо, понятно. А мы продолжим новостями американской фондовой биржи. Как и ожидалось, рынок капитала в США снижался с начала месяца, достигнув красной зоны к 8 марта. Тогда технологический сектор стал лидером снижения. Среди компаний, чьи акции просели, стали Amazon – минус 1,7%, Microsoft – минус 1,1% и Exxon – минус 2,1%. Далее мы видим на графике, что все три основных индекса S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq Composite пошли вверх с небольшим отставанием индекса Dow Jones от всех остальных. В четверг лидером падения по индексу S&P 500 стали акции компании Facebook. За один день цена на акции упала сразу на 3%. Я снова обращусь к нашему гостю в студии. Ильяс, вот меня интересует сейчас компания Facebook. Дела в компании идут не наилучшим образом. Идет расследование по делу о доступе к персональным данным пользователей сети. Акции компании упали. Вот насколько опасен этот тренд и будут ли акции продолжать снижаться? Относили там Facebook. Если мне не изменяет память, у них расследования идут с июня месяца 2018 года. Тяжело у них обстоят дела. После даже публикации отчетов за второй финансовый квартал в июле месяце 2018 года акции упали с 217 до 173 долларов. В принципе, за полгода они обратно достигли этой стоимости в 170 долларов. Поэтому, в принципе, видите, фондовый рынок Америки потерпел очень хорошую коррекцию. Соответственно, он будет восстанавливаться. То есть будут обновлены максимумы. А вот как можете прокомментировать тот факт, что акции компании, сейчас того же Facebook, Apple, Microsoft начали торговаться на казахстанской фондовой бирже. И вот эти тренды, они могут каким-то образом повлиять на торги здесь, у нас, в Казахстане? Конечно. Это отличная новость. Это, допустим, такой маркетинговый ход, можно сказать, со стороны казахстанской фондовой биржи. Это очень хорошо, что казахстанцы, допустим, могут приобрести акции этих компаний и являться их держателями. А нет никакого вот опасения, что казахстанцы начнут приобретать акции этой компании, а компании становятся проблемные, акции будут падать, и люди будут просто терять деньги? Конечно, не всегда надо покупать, допустим, на самых пиках, да. В целом вы оцениваете финансовые показатели компании, как, допустим, коэффициент покрытия краткосрочных активов, отношение активов к своим обязательствам, количество институциональных инвесторов, там коэффициент бета учитывается. А если очень упрощенный прогноз по компании Facebook? В целом, если мне не изменяет обратно же память, 25 января мы с вами обратно же делали такой небольшой обзор рынка, соответственно, мы рекомендовали вкладываться в акции большой пятерки фанк. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Если вы посмотрите, с 25 января Apple прибавили в стоимости 30 долларов, со 150 они выросли до 183. Тот же самый Facebook, Google вообще добавил 130 долларов от своей стоимости ранее. То есть это такие краткосрочные, вот бывают, да, спады, но на большой тренд это не влияет? В целом, тренд очень хороший. Здесь бы хотелось обратить внимание, то, что сейчас актуальны акции компании Tesla, потому что они буквально вчера ознакомили и презентовали свою новую модель машины. И, в принципе, акции поднялись с 275 долларов на этой неделе до 295. И в целом ожидается рост до 320. А какие вот акции еще, каких компаний можете порекомендовать? Куда сейчас стоит вкладываться и к чему присмотреться? Видите, опять же, нельзя покупать хорошие компании по хорошей цене, да? В данном случае есть такая замечательная компания, как Boeing, которая является флагманом авиастроения именно в Соединенных Штатах. Ну и очень сейчас большие тоже проблемы в связи с авиакатастрофой. Ведь говорят, кризисы это время возможностей. То есть вы бы купили хорошую компанию по очень хорошей цене по 422 доллара. Сейчас вопрос стоит в том, что будет в черном ящике. Если там будет очень некорректная информация о том, что действительно алгоритмы не дали сбой, то акции пойдут еще вниз. Если будет, соответственно, озвучен человеческий фактор, именно озвучен. Не как обстояли дела на самом деле, то акции, соответственно, вырастут. Спасибо за ваш комментарий. Мы продолжим. На казахстанской фондовой бирже на этой неделе укреплялись акции Народного банка плюс 2,26% в цене. Цена за акцию 113 тенге. Лидерами падения стали бумаги Цесна банка минус 4% в цене. Цена за одну бумагу 670 тенге. Ну и в завершение обзор курса валют. Тенге на неделю укреплялся к доллару. Так, в начале недели курс составлял 380 тенге за доллар, а уже во второй половине недели нацвалюта укрепилась до 376 тенге за доллар. Сегодня доллар снова приближается к отметке 380 тенге за единицу. Мы продолжим следить за ситуацией на фондовых рынках, а на сегодня у меня все. Мария, вам слово. Спасибо, Айнур. К слову, глава одной из интереснейших участников американского фондового рынка, компании Тесла, Илон Маск, заявил, что готов рассмотреть возможность строительства зарядных станций Supercharger для электрокаров в Казахстане. Об этом он заявил на презентации нового внедорожника от Теслы Model Y. На эту презентацию попали и казахстанцы, которые и просили Маска создать побольше зарядных станций. Казахстан! 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 Отмечу, презентация Model Y проходила в американском городе Хоттерн. Стандартная версия этого кроссовера, как предполагается, появится в 2021 году. Запас хода будет составлять от 320 до 450 километров в зависимости от комплектации. В США машина будет стоить от 39 тысяч долларов. Новая модель обладает функциональностью внедорожника, но будет ездить как спортивная машина. Это будет самым безопасным внедорожником среднего размера в мире. В целом, через год мы планируем выпустить примерно 1 миллион автомобилей.